История, правда и ложь Разные истории об одном Мы знаем о прошлом по источникам В разных летописях одни и те же события могут быть описаны различно Как именно? В иной последовательности, с другими именами, отличаясь сюжетами Мы не были очевидцами описываемых событий и не знаем, где правда Может в чем-то врет летопись А, может летопись Б А возможно врут обе, независимо друг от друга Либо основываясь на третьей ложной летописи Относительно основания Киева Кием и его родственниками Существует по большому счету два изложения событий По киевским летописям и по другим С давних пор киевские признаны за честные А расхождения с ними автоматически попадают в разряд выдумок Я уже упоминал о книге Гиллерова «Предание русской начальной летописи» по 969 год Приложение «Полный нестыковок с общепринятыми положениями» Оттуда, а также из выпусков полного собрания русских летописей И будем черпать сведения По книге Гиллерова главные варианты хода истории явственно отслеживаются Хронология, привязка событий к датам – штука запутанная Но воспользуемся хронологией относительной То бишь последовательностью событий без дат Иван пошел в поле, Мария съела яблоко, Тимофей косил траву Или иначе – сначала Мария съела яблоко, потом Тимофей траву косил, а Иван в поле пошел Как же было на самом деле? По киевской версии истории, принятой академической наукой за истинную События, согласно летописцу Нестору, в кратком изложении развивались так Казари брали дань с полян, северян, вятичи А заморские варяги взимали дань с чуди, славян, мери, веси, кривичей Эти данники прогнали варягов, однако начались междоусобицы И для восстановления порядка призвали варяга в Русь Править вызвались три брата – Рюрик, Синеус, Трувор Поделили между собой землю и достали княжить Рюрик в Новгороде, Синеус на Белее озере, Трувор в Изборске Поляне, братья Кий, Харив, Щек и сестра Ихлыбедь Пришли на холмы современного Киева и, поселившись тут, основали Град, назвав его по имени старшего из братьев В некоторых списках прибавляется, что роды братьев Кроме известной трактовки, что погани, язычники, приносили жертву идолам в колодцах, водных кореницах Возможен иной вариант – поклонялись идолам в подземных ходах Подалю колодец – это не только водный резервуар, но и узкая и глубокая яма, рудная дудка, спуск в землю Заметим это и вспомним о логове Змиевом на Смородинском спуске Далее, два мужа, не племени его, то есть не родственники Рюрику, но боярина, то есть бояре Отпросились у Рюрика в Царьград с родом своим Дошли до города, то есть огражденного поселения на горе Спрашивают, чья это крепость? А им в ответ, что тут были три брата Кий, Щек, Харив построили город и погибли А мы их род, платим дань казарам Аскольд и Дир, они-то надо полагать и есть упомянутые, два мужа Остаются в Киеве, зовут еще дополнительных варягов И начинают владеть польской землей, то есть полянской землей Рюрик продолжает княжить в Новгороде Далее, Аскольд и Дир, почему-то всюду упоминаемые именно так Сначала Аскольд, потом после И, Дир Идут воевать на Царьград в Константинополь, но терпят поражение Рюрик, умирая, передает княжине родственнику, вещему Олегу Поручив ему также малолетнего сына своего Игоря Олег собирает войско из варягов, чуди, словенов, мери, веси, кривичей Захватывает Смоленск, садит там своих людей Идет вниз по Днепру с младенцем Игорем Прибывает в Киев, обманом убивает Аскольда и Дира Делает Киев столицей Руси Княжить здесь до возмужания Игоря и много после По летописям другого толка Дела в любопытном для нас отрезке времени обстоят иначе По смерти Рюрика в Новгороде княжит Олег Там же обитает беспокойное разбойное семейство Кий, Хариф, Щек да сестры их, Лыбедь и Лямень Они местные, либо прибыли с нынешней Киевщины Непонятно Он их разбойников, вместе с родом их, 30 человек На несколько лет заточает в поруб деревянную тюрьму А потом решают повесить Но Кий упрашивает Олега отпустить их Мол, мы уберемся подальше и будем везде насаждать твою власть Олег соглашается Разбойники два месяца идут Дебрием До гор над Днепром, где и останавливаются Братья в честь старшего создают городок Огороженное поселение, крепость Киев Или в одном списке Киевец Далее Олег отправляет Аскольда и Дира послами в Царьград с дарами По пути послы посещают Киев В некоторых списках убивают Кия, Харива со Щеком И поселяются тут, чтобы править вместо них Олег узнает, что его послы, купно с дорогими дарами для Царьграда, осили в Киеве Олег с Игорем, который, напомню, младенец в киевской версии А тут он стоит во главе конного войска Отправляются в Киев Олег обманом вызывает к себе Аскольда и Дира Те ведутся Вылетает конница Игоря Аскольда и Дира захватывают и вешают По другим вариантам их казнит Олег, не Игорь Одни и те же вехи истории описаны по-разному Где правда? А в ряде списков Аскольда и Дира посылает не Олег, но Рюрик Затем Рюрик умирает, оставив Олега регентом при Игоре Другой список смутно повествует, без участия Аскольда, Дира и Олега Что Кий и Щек умирают сами А вот Харива или Карева и его наследников убивает Рюрик И после этого делит Русу или Роксолянею на Великую со столицей в Новгороде И Малую со столицей Киевом Роксолянею или Русу всю раздели на Великую Яяжа столный град Новгород Великий На Малую Яяж столный град Киев На Красную Яяжа столный град Галич На Белую и Черную их же столный град Мстиславль Исподобился века своего близ ста лет Наследника по себе остави сына Игоря или Георга И все это источники, которым надо просто верить или нет Ведь никаких доказательств не сохранилось От выбора источников зависит наше понимание истории Если с призванием варягов я еще могу согласиться То захват Олегом Киева, о чем мы еще будем много говорить в части про Вольгу В любом случае дело мокрое А подробность про убиение Рюриком Харива с наследниками кажется мне весьма важной Ведь согласно Нестору Кий, Харив и Щек это были князья Полян А Рюрик и Олег представляли и вели за собой другой народ Варягов Русь Кстати в списках смутно прослеживается еще одна жертва на пути к власти Новгородский князь Вадим Вот что вы про него слышали? В списках сказано год 6377 от сотворения мира В сии времена славяне бежали от Рюрика из Новогорода в Киев За не убил Вадима Храброго князя Славенского И же не хотеша яка рабы быть и варягом То есть славяне не желая быть рабами варягом Бежали от Рюрика из Новгорода в Киев Рюрик убил Вадима Храброго князя Славенского Вернемся к традиционной истории Произошла смена власти по Нестору При которой место правителей здешних законных заняли пришлые И стоит принять за правду сообщение про уничтожение Харива с потомством И все принимает другой оборот И поди догадайся, то ли в списке чудом уцелело обличение преступления То ли оно было внесено туда нарочно, чтобы опорочить Рюрика Перед дальнейшими рассуждениями замечу, что многие летописные датировки Привязаны к царствованию в Константинополе Михаила Третьего Прозванного пьяницей В истории он прославился тем, что на перах устраивал соревнования по испусканию газов Щедро награждая победителя В византийских хрониках император изображался с нимбом Как же разобраться в летописных событиях? Для их сопоставления хочется иметь даты твердые и незыблемые Но трогать даты бессмысленно По причинам, изложенным мной в серию про хронологию Любая из летописных дат может быть не просто ошибочной Однако итогом нагромождения ошибочных вычислений Но давайте попробуем, что выйдет, если принять на веру числа, признанные наукой Мы еще будем говорить об Аскольде и Дире подробно Пока же узрим путаницу в летописи Повесть временных лет по ипатьевскому списку сообщает Что в переложении на язык современный значит В год 6360-й от сотворения мира и 852-й от Рождества Христова Индикта 15-го, когда начал Михаил царствовать, стала прозываться Русская земля Об этом известно, ибо при всем царе приходила Русь на Цесарьград Как пишется в летописи греческой Какая именно Русь приходила, трактуют как войско наше, киевское Греческие, византийские хроники в самом деле пишут о нападении Руси на Царьград Но без имен, просто некая Русь И дата приведена 18 июня 860-го года Однако по описаниям византийцев и нашего летописца Который я здесь для сокращения опускаю Речь идет таки об одном На Царьград напали Аскольд с Диром И у нас уже есть две даты этого события Если только летописец не переписал подробности из византийского источника Решив, что там сказано именно про Аскольда и Дира Но вот летопись сообщает о походе Аскольда с Диром отдельно Через 14 лет после начала правления Михаила В лето 6374-е Иде Аскольд и Дир на грекы И приде в 14-е лето Михаила царя То бишь в год 6374-й Он же 866-й от Рождества Христова Шли Аскольд и Дир на греков И пришли в 14-й год царствования Михаила Применим к гуманитарной науке истории точную науку математику Добавим к летописному началу царствования Михаила 14 лет 852 плюс 14 равно 866 Это уже третья датировка похода Аскольда с Диром на Царьград В ином списке даты вообще другое Начало земли русской смещено в 854-й год В лето 6362-го Начало земли русской пропускаю Сия же времена быть в греческой земли Рекше царском граде имени Михаил царь И мать его Ирина Иже проповедует поклонение иконам в первую неделю поста Пропускаю А быть может речь идет не об Аскольде и Дире Гилеров приводит такие сведения из другого списка Лето 6360-го 852-й год Ходили Русь войною из Новограда Князь именем Бравалин Воевати на греки на Царьград И повоеваша греческую землю от Херсона до Коруева и до Сурожа И около Царяграда И грады многие и менее бесчислено взяша О том же писано в чудесах Стефана Сурожского Верно События отмеченные в летописи упомянуты и в житии Стефана Сурожского А именно в древнерусском его варианте в разделе О прихождении Аратию к Сурожу князя Бравлина из Великого Новограда У Гилеровы приводится несколько разночтений похода новгородца Бравалина, Бравилина, Блавлина на Царьград В год начала царствования Михаила А не в 14-е его правление Как сказано про Аскольда и Дира Причем Сурож, ныне Судак Новгородцы брали 10 дней И наконец сломав железные ворота Ворвались в город Где, кроме прочего, ограбили церковь Софию Там покоился в богато украшенном гробе святой Стефан После разорения гроба Князь Бравалин в том часе разболесе Обратись лице его назад И лежа пеной из ста чаши Кстати, это далеко не единственный случай Когда попытки ограбить некоторых покойников Почитаемых за святых Карались странным образом Много такого описано в Патерике Печерском Далее князь, чтобы поправиться Просит своих бояр вернуть все награбленное Вывести войско из города Наконец принимает крещение Вынуждаемое к этому Одному им зримым великим человеком Стар мужем, святым Вот подробности по одному из списков Есть более внятные для современного читателя Зато этот список написан языком сильным По смерти святого мало лет минувшу Приде орать велика из нового города Русско князь Бравлин Силен по плени от Корсуня и до Керчева И с многою силою Приде к Сурожу за десять дней Приде бравленин силою Изломив железно врата И в ниде в град И взем меч свои И в ниде в святую Софию Избив двери В ниде и дежи гроб святаго Стефана И на гробе его царское одеяло Женчуг и злата И каменье драгое И кандила злата И намного И пограби все И в том часе Обратися лице его назад Под тоу князь Перны та чаша И воспи глаголя Велик человек езди И удари мя по лицу И обратися лице мое назад И речи полярам своим Взвратите все назад Что поймали И взвратише И хотеше князя Подъятие от земли И взопи глаголя Не дейте мене Да лежу И зломяти мя Хочет един стар муж Притисну мя К земли И давить Душами Изыть и хочет И речи им борзо Выженить Рать из града Да не возьмут ничего И рад Отступи от града А он еще не вста Ну он Бравлин А он еще не вста А что взяша сосуды церковные В Корсуне И в Керчи Приносите сему И положите на гроб И положиша И речи святые Аще не крестишеся В церкви моей То не изыдеши отсюда И взопи князь глаголя Да приидут попови И крестят мя Аще встану И лице мое Обратимися И крещуся Прииде архиепископ Филарет И яреи с ним Молитву створиши И крестише И во имя Отца И сына И святаго Духа И обратись Лицеева Опять И крестишеся Все Вяшни И попови Рикоша Князю Обещаяся Богу От Корсуне И до Керчи Что если взял Мужа И жены И дети То повели Возвратите Все Ученые Не любят Говорить О походе Бравалина А ежели Кто упоминает Неудобного Официальной Истории Предводителя Новгородцев Русского Князя Бравалина То ради Повода Начать Игру В историю Альтернативную Где и Новгород Невеликий Новгород И Бравалин Не рус Но француз Угр Варяг И даже Семит Хотя как и Варяги Семиты Понятие Размытые И собирательные Его придумал Для обозначения Языков Близких К еврейскому Верхозаветному Тот самый Людвиг Шлёцер Который Славян Называл Дикарями Позже Слово Перешло На обозначение Народов Имея По большому счету Смутное Представление О давних Народах Ближнего Востока И частично Малой Азии Их записали В Семиты Точно так же Как народы Балтики В Балты Даже Языковеды Признают Что допустим Семиты Лидийцы И эламиты Говорили на языках Вовсе не Семитской Группы Историки Взяли на вооружение Библейскую Хронологию Положив Ее В основу Научной Ученые На библейском Предании О принадлежности Восточных Стран Симу Сыну Ноя Образовали Понятие О семитах А как быть С теми Народами Причем Описанными В Библии Которые Поклонялись Другим Богам Не Шаддаю Яхве Или Саваофу Но Поклонялись Дагону И Астарте Иштару У них Были Свои Представления Об истории Лишенные Ноя И Сима Довольно Почитать Хотя бы Мифы Жители Вавилона И Ассирии Там же Свой Всемирный Потоп Свои Ковчег И Спасенные Пир Непиштим Из Города Шурипака С экипажем Плоскодонного Судна Созданного Под руководством Бога Эа Над Устроением Потопа Старались Боги Шамаш Да Не Ниб А Иштар Скорбела По Уничтожаемому Древнему Народу Ученые Ввели В обиход Термин Обозначая Им Понятия Противоречащие Определению Термина И Народы У которых В мифах Нет Ноя И его Сына Сима Относят К Симитам Но Про Бравалина Опять Плодится Множество Версий Выбирай Какая Глянется Хочешь Еще До Аскольда И Дира Новгородцы В качестве Руси Могли Ходить На Греков А Потом Крестились Хочешь Бравалин Не Новгородец Можем Вообще Закрыть На Него Глаза Пусть Останутся Только Аскольд И Дир Но У меня Нет Оснований Делать Выбор Между Источниками Которые Невозможно Проверить Даты По Боку Как Хотя Б Определить Что Происходило Кто Из Руси Напал На Царь Град Аскольд С Диром Или Бравалин Либо Все Но В Разное Время Или Действия Одних Приписаны Другому А Может На Оборот Историки Нашли Очень Простой Путь Не Искать Истину Но Утверждать Ее Все Что Выпадает Из Навязываем Ими Модели Объявляются Ошибками Переписчиков Переводчиков И Выдумками Книжников Хотя Ошибаться И Выдумывать Могли Те Кого Считают Правдивыми Если Не Получается То Ученые Трактуют Изощреннейшим Образом Один На шахматной Доске Глядит На коня Думает Думает Потом Говорит Да Это Же Осел Вон Морда Длинная Другой Берет Фигурку И Перед Собой Определенно Слон Шея Толстая Но Третий Ученый Муж Наблюдая За партией Молвит Задумчиво Этого Не может Быть Ни доски Ни коня Ни прочих Фигур Выдумка Новгородского Книжника Вам все Кажется